День открытых дверей мероприятие обычно скучное, казенное, но только не в творческом учебном заведении. В художественном училище имени Малютина, чтобы привлечь потенциальных абитуриентов, преподаватели организовали мастер-классы, учили будущих творцов росписи по сырому, гончарному искусству, китайской живописи и графике. Моя задача объяснить им, что такое техника акварельной живописи. И задача заключается в том, чтобы попробовать различные приемы, освоить их. Познакомиться с этими приемами. Ребятам я даже домашнее задание выдала сегодня, чтобы они попробовали поискать цветовые сочетания различными способами. В художественном училище пять отделений. На четырех из них открыты бюджетные места. В этом году будут набирать около 40 ребят. Сдать им предстоит рисунок, живопись, композицию. Плюс важен средний бал аттестата. Без наметанного глаза, натренированной руки и опыта не обойтись. Поэтому такие мастер-классы очень полезны. Посетители могли попробовать себя в разных видах искусств и определиться, с чем хотят связать свою жизнь. Я здесь для того, чтобы посмотреть, какие есть разновидности у колледжей. Так как, несмотря на то, что я в шестом классе, я хочу уже заранее приготовиться к будущему, чтобы потом уже не беспокоиться об этом. И здесь мы посмотрели около шести разновидностей. И несмотря на то, что я иду на модельера, решила, я захотела попробовать сейчас взглянуть из себя. Может быть, я изменю планы на будущее. Ежегодно в училище на день открытых дверей приезжают гости из других регионов. Особенно любят учиться у нас владимирцы. В этот раз набрался целый автобус желающих. То есть учатся у нас разный контингент. Конечно, чаще всего к нам поступают на базе девяти классов. Есть ребята, которые и поступают к нам на базе одиннадцати. Но есть у нас ребята и взрослые, которые уже имеют высшее образование. Но, видимо, поняли, что хотят свою жизнь связать немножечко в другой сфере. И есть в дальнейшем студенты, которые к нам поступают, которым уже 30-40 лет. Руководство учебного учреждения мечтает превратить училище в арт-пространство, чтобы сюда не стеснялись приходить люди творческие и креативные. Здесь их научат, помогут найти вдохновение. Ведь для таланта нет ограничений ни возрастных, ни социальных.